Всем приветики! 19 ноября и очередной обзор по Криту. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на Крите. Сегодня. Какой у нас? 20 ноября. А это что такое? Вот это да! Это же то, о чем я мечтал. Вы представляете? Русская баня на Крите! О-о-о! Топится! Ясно! Камушки нагревают! Ну вот это уже впервые испытываю печку и камни. Камни сам набрал. И вот первая затопка 10 минут вода уже кипела. Сейчас я еще подлил воды. Это уже всего горит третий брикет. Представляете? Вода кипит. Можно суп готовить. То есть реально можно жить. Вот у меня вода с подвенника. Подкидывать вода. Все готово. Скоро будет главное испытание. Хотим создать эффект русской бани на Крите. Парни как там? Сейчас поддадим. Сейчас поддадим. О-о-о! Поедем на снег еще! Парис, как? Ты конец! Парис, ты конец! Галам, галам, кайзо! Галам, галам! Галам, галам! Галам! По-русски с веником. Давно я мечтал на Крите. В принципе, как говорят, в Греции все есть. Но вот на Крите русской бани пока не было. Искал, и искал. Ну вот, нашел выход. Вот, все мутнее, мутнее, мутнее. У люди уходят в туман. Ари, скала? Сейчас, Юра, получше? Ну, наконец-то, дорвался я. Ваня на Крите и все, что надо. Ваня на Крите и все, что надо. О, хорошо. Бар хороший. Ой, запах такой. Море! Море! А-а-а-а! Ва-а-а! Супер! Какой мешай! И море по заказу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У Саши в детском садике и у Кристины в начальной школе Пока в детском садике идет перекличка уже полчаса А Кристина подсоединиться не может А где же наш ученик? А где же Александра? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крит 18 ноября Как видим пляж убрали Это все работяги коммунальной службы трактора Два дня работы и пляж чистый Александр в чем проблема? Почему не работает дождевая канализация? Мнение мастера Закопала где-то внутри моря трубу А ясно Засыпала трубу песком? Да И надо трубу прочистить? Да И проверить разъемы? Да Ну ладно В море водолазные работы папа сделает Папа же у тебя водолаз А я открытыми глазами нырну и все И ты сможешь? Да Ну давай я залезу в воду И проверю в чем проблема Да нет Я без никого водолаза Просто плавки Просто плавки И плавки и все Ныряю в воду и все осмотрю Ясно Хорошо Какая температура воды? Не знаешь? Теплая? Проверю Хорошо Вот как видим мусор Основной мусор убрали Осталась только Морская трава Но ее И еще будут дожди Еще будет Шторма Ее все разобьет Какая интересная температура воды? Я думаю где-то 21-20 градусов Итак братцы 18 ноября Крит Пляж Ретемна Вода 21 градус Вот такой Вигвам построил Александр И главное воду провел Привет друзья! Крит 19 ноября Карантин продолжается Так называемый Локдаун Выходы на улицу Только через смс По причине Естественно Но тем не менее На улице довольно-таки Вредно большое движение Все куда-то едут По причинам Женщины сидят Ждут автобуса Как видим Сзади много рекламы Сдаются квартиры Но на самом деле Цены дорогие Вот так мы ходим Вчера у друга задержался До половины Десятого Дворами пробирался До дома Ну и сегодня у нас Четверг Базарный день Я зайду на рынок В целом рынок выглядит сейчас вот так Я хожу на рынок Потому что какие-то продукты Можно купить и дешевле Но вообще рынки дорогие Добрый день Добрый день Купил на базаре Мандаринчики по евро Сладкие Без косточек Утро на Крите 7 часов утра Привет друзья Мы с вами находимся На Крите Район Или Димас Милопотому Ну чтобы было понятнее Где-то В районе Панорма Перама До моря Где-то около Десяти километров Мы с вами находимся В Оливковом саду Это пожалуй Сейчас одно из единственных мест Где можно ходить без маски И дышать Реальным критским воздухом Крит вообще Аграрный остров И на Крите 70% обрабатываемой земли Занято оливковыми деревьями Вот как раз таки Едут работники Накрите основной сорт Масляных оливок Это те оливки Которые идут на масло Это сорт Коронейка Это можно сказать Достаточно молодой сорт Его начали развивать Где-то около 40 лет назад Задача этого сорта Невысокие деревья Чтобы оливки Можно было достать Или сбить машинкой С хорошего дерева Можно собрать пол мешка До мешка Оливок Ну а так В среднем Мешок 50 килограмм Собирается С трех Где-то деревьев Чем мне понравился Чем мне понравился Этот район Ну проще мне сказать Панорма Перма Это очень ухоженные сады Видите Газон ровный Деревья все Ухоженные Подстрижены Эти оливки Если их собирать на масло Это мы говорим Опять-таки О сорт Коронейка То они как раз-таки Уже достаточно зрелые Но вообще Последние годы Обратил внимание Что оливки Начали собирать Гораздо Начинать собирать Гораздо раньше Где-то В этом году С начала ноября Начали собирать Более всего Хозяева боятся Потерять урожаи Причины какие Это во-первых В прошлом году Очень сильно досталось Оливам Вот Дакос Это такая муха Которая Кусает оливки Откладывает там Личинки И потом они Оливу съедают В этом году Не так сильно Поражены Но все равно Многие оливки Покусаны Покусаны Это надо Чтобы их избавиться Это надо Большая государственная Программа С деревьев Оливки Сбивают Вот такими вот Машинками Машинка И Привод С вертушкой Каждый год Они модернизируются Вот этот Мотоблок Обслуживает Может обслуживать Хоть 4 вертушки В среднем Чтобы вам Понимать Объемы Значит Три работника На вертушках То есть Кто Те кто сбивает Оливки И пару человек Это По мне Самая тяжелая работа Которая Перестилает Сетки И собирает Оливки В мешки Ну где-то За 8 часов Собирают В районе 20-25 50 килограммов Мешков Оливок Как работает Вертушка Вот так вот Аккуратненько Дерево Причесывается Вот так вот И оливочки Взбиваются Друзья Надо работать На благо Греции На кредите Помимо Сортов Коронейка Это основные Масляные сорта Также Одно из Старых деревьев Это сорт Суната Или хандро Ильяс его По-другому Называет Плоды Немножко Побольше Чем у Коронейки Вот И масло Есть немножко Побольше Выглядит Сорт Суната Заметно Что плоды Конечно Побольше Вот для сравнения Большие Это плоды Сорт Суната Ильхандрой Лес А маленькие Это Коронейка Вот так вот В размерах И на кредите Сорт Суната Это в основном Старые деревья Которые Там Есть Средний Возраст И стоит 200 лет Их Собирают Высокие деревья Другим способом Селят Сетки На всю Зиму И периодически Сеток Собирает Спелые Плоды Отличие Масла Что Отличие Что масло Такого Сбора То есть Спелые Оливки Оно Практически Не горчит А внешне Вот это Молодое Дерево Перед нами Это Вот как раз Тоже Сорт Что мы Последние Говорили Суната Просто Молодое Дерево Выглядит Похоже Как на Коронейку С виду Сегодня На Крите Хороший Солнечный День 17 Ноября В тени Где-то Плюс 17 На солнце За 20 Мы находимся В районе Перма В третьем На это Километров 20 От моря Километров 10 Кто сказал Что греки Не работают Бытует Такое мнение Что греки Не любят Работать Да Мираб Русские Говорят Что Греки Не работают Также Мне понравилось Что в районе Перма Очень хорошо Организован Труд То есть Работники Те Кто работает На машинках Только Занимаются Своей непосредственной Работой Сбивают Оливки А в конце Работы Приезжают Работники С завода По переработке Оливок На масло И забирают Эти мешки То есть мешки Тяжелые мешки Тягать не надо Это все Естественно Не откликает От работы Можно больше Собрать Ну вот Мы и закончили Еще один сад С которого Я ввел Репортаж В среднем С мешка 50 килограмм 50 килограмм Мешка Выходило Около 7 килограмм Масла Но это Как мне сказали Немного Так как Ну зависит От Урожайности Оливок Ну и частично Вижу тоже Оливки Погрызаны Погрызаны Дакосом Поехали Мешочки На завод Мешочки 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...